Шрифт в Брайля, фруктовый лёд и пластилин. Что же объединяет всё это? А то, что их придумали дети. 17 января отмечается Международный день детских изобретений в Иванове. Центр технической мысли – это, пожалуй, технопарк Кванториум. Здесь ребята могут воплотить в жизнь самые смелые идеи. Андреев в свои 11 уже претендует на звание юного изобретателя. В конце прошлого года он создал необычный кубик Рубика. Грани отличаются друг от друга не по цвету, а на ощупь. Это кубик Рубика для слепой сборки, ну или же для слепых. Он сделан на основе обычного кубика 3х3, но на нём вот такие текстурированные пластинки. Модернизировать популярную головоломку помогли и педагоги технопарка. На 3D-принтере распечатали пластиковые накладки с различным тактильным узором. Это единственный экземпляр. Сейчас идею дорабатывают, чтобы в ближайшем будущем запатентовать. Я посмотрел, как делают просто кубик обычный, клеят туда какие-нибудь предметы и просто собирают закрытыми глазами. Ещё одно изобретение, которому нет аналогов в мире – дистанционно управляемая страйкбольная турель. Установка состоит из нескольких видеокамер для наблюдения и прицела, боевого блока и станка, на котором она крепится. Идея создания пришла Сергею Кирову несколько лет назад. Своим увлечением мужчина заразил и сына. Теперь они вместе трудятся над модификациями. Стреляет страйкбольными шариками 6 мм. Бойкомплект 4,5 тысячи шаров, 1200 шаров в минуту. Оснащена тремя видеокамерами с большим зумом. Позволяет точно стрелять на большие расстояния. Илья уже научился ловко управляться самодельной турелью. Несколько раз даже был её оператором на тренировках. У юноши уже появилась идея сделать небольшой апгрейд и поставить турель на колёсную базу. Впрочем, есть и более миролюбивые задумки для технического творчества. Илья мечтает создать робота, который бы полностью копировал внешность человека. А сейчас все роботы как-то так простенько, можно сказать, выглядят. Там открыты все детали стоят. А мне вот хочется, чтобы всё было так обтекаемо, красиво сделано. Ну и чтобы он чуть-чуть до своего разума умел. Ну, мог разговаривать с человеком. Как ты считаешь, у тебя получится такое сделать? Ну, если долго стараться, то может получиться. Педагоги и родители абсолютно уверены, что у детей есть изобретательский потенциал. Главное – помочь своему чаду поверить в себя и создать необходимые условия для творчества. Максим Серебряков, Антон Осипов, РТВ, Иваново. Максим Серебряков, Антон Осипов, РТВ, 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 РТВ.